Всем привет, с вами Лев, это канал Эльдорадо, и сегодня у нас на обзоре новинки от Huawei, их новые смартфоны. P40, P40 Pro, а также P40 Lite-E. Ну что ж, пора начинать. Внешне P40 и P40 Pro достаточно схожи, а вот Lite-E по дизайну ближе к прошлогоднему P30. Имеется небольшой модуль камеры, по центру расположился сканер отпечатка пальца. P40 вместе с Pro-версией выглядит намного строже и более современно. Особенно это заметно по блоку камер, который выполнен совсем иначе. Крупно в виде прямоугольника и цветом задней крышки, черному и мерцающему серебристому. По размеру экранов P40 и P40 Pro сразу становится понятно, где старшая, а где младшая версия. У Pro-версии 6,58 дюйма, в обычной 6,1. На борту обоих смартфонов установлен последний Kirin 995G по 8 гигабайт оперативной памяти, в Pro-версии 256 гигабайт постоянный, а в обычной 128. Аккумуляторы же тут на 4200 и 3800 мАч. Имеется также быстрая зарядка на 40 и 22,5 Вт. Оба смартфона работают на операционной системе Android 10, а вот младшая версия Lite E работает на операционной системе Android 9. Версия Lite ожидаемо совсем другая. Достаточно большой экран на 6,39 дюйма, процессор Kirin 710F, 4 гигабайта оперативной и 64 постоянной памяти. Емкость батареи на 4000 мАч. И пускай снизу нас встречает microUSB порт, зато в комплекте к нему идет многими любимый миниджек, в отличие от старших версий, где его нет, но конечно же стоит USB Type-C. Но я знаю, почему вы до сих пор не выключили этот обзор. Вам наверняка любопытно узнать, какие же фотографии получаются с данных смартфонов. И начнем мы по традиции с фронтальных камер. В Lite-версии одна фронтальная камера на 8 мегапикселей, имеется портретный режим. Сзади тройная камера, основная на 48 мегапикселей, широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и объектив для измерения глубины на 2 мегапикселя. P40 и P40 Pro имеют по две фронтальные камеры. Модуль на 32 мегапикселя радует своим качеством, а второй модуль вспомогательный. Расстояние между ними сделано не просто так. Между камерами установлен инфракрасный датчик для распознавания лица. И работает он очень хорошо. На задней стороне нас встречает надпись Leica. Это значит, что по части оптики здесь все прекрасно. На обоих смартфонах установлен ультра-сенсор и основной объектив на 50 мегапикселей. Фото вы можете оценить прямо сейчас. Далее начинаются отличия. В P40 установлен объектив на 8 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом и широкоугольный объектив на 16 мегапикселей. В Pro версии 12 мегапиксельный телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, а также 40 мегапиксельный широкоугольный объектив. Также у Pro версии есть дополнительный объектив для лучшего размытия в портретном режиме. Во всех камерах, кроме широкоугольных, имеется оптическая стабилизация. А как же тут обстоят дела с приложениями, спросите вы. Все топовые приложения вы можете загрузить с помощью Huawei App Gallery. Также есть инструменты APK Pure, APK Mirror или APK Combo. Второй способ установить ваше приложение со старого смартфона через программу Phone Clone. Третий через инструмент Installer. Надеемся, со временем не только самые топовые, а вообще все приложения постепенно появятся в App Gallery. В целом Huawei по-прежнему делают основной упор на камеры. И если вы хотите стать обладателем заветного смартфона с отличной оптикой, переходите на сайт eldorado.ru и оформляйте заказ. Кстати, ссылочки будут в описании. Также не забывайте ставить лайк под этим видео и писать приятные комментарии. Мне будет очень интересно их почитать. Ну а с вами был Лев. До новых обзоров. Пока! Эльдорадо. Людям выгодно!